Итак, переходим к планетарному казначейству. О, здравствуйте. Всё, что можно узнать про казначейство, вы можете узнать Юлию Владимировичу Татьмянину. А вас? Геннадий Борисович Семёнов. Очень приятно, Геннадий Борисович. Ну, я вас вижу так в роликах, в благо нашему. Ярослав Петрович снимает. Пожелания, критика, предложения. Мы ничего не критикуем, мы созидаем. Прекрасно, спасибо. Новое человеческое общество. Монетарное казначейство, что это такое? Единое народное казначейство – это концепция, идеология и методология. Три в одном. Концепция, повтори, пожалуйста. Идеология и методология. Концепция, идеология и методология. Потому что, если вы хотите построить дом, сначала нужна концепция этого дома. Потом нужна определенная идеология, которую вы в этот дом заложите. И в конце концов нужна технология, как все это осуществить. Сегодня самой главной задачей у человечества является формирование биосоциального организма. Но на новых уровнях, на новых принципах. Дело в том, что он фактически-то сформирован, но только в нем работают архаичные системы управления. И вы предлагаете новую систему управления? А мы ничего не предлагаем. Мы просто знаем, как Творец создал человека, что заложил в него. Казначейство. Конечно. У Бога есть такая функция. Казначейство. Вот реальный счет, так скажите. Казначейство собирает самую главную ценность, это человека. А все остальное, это тряпки, здания, технологии. Это все уже, как говорится, вторично. Деньги в том числе. И сегодняшняя ситуация, в которой мы находимся, она показывает, что человечество подошло к тому этапу формирования нового организма. Во внутриутробном развитии каждый из нас этот этап проходил. То есть из оплодотворенной маминой яйцеклетки образовалось энное количество, качество и структур управления. В человеческом организме семь систем управления. Семь. Семь. Систем управления. Вот наша цивилизация сегодня использует только первую систему, самую архаичную. Она называется пирамидальная, административно-командная. Ну и по разным другим, там ее масонская, там и всякие другие термины используют для показать. На самом деле наш соотечественник Борис Васильевич Болтов в 1954 году еще сделал открытие о лидирующих началах в биологических системах. И вот это открытие положило понимание того, что в человеческом организме есть лидирующая система управления. Из лидирующих клеток есть материнская матрица, как носительница. И дальше идут лидирующие клетки органов. И они представляют собой внутри нас, каждого из сложных теплокровных, представляют собой пирамиду. Но она, эта пирамида управления, она через делегирование полномочий сверху вниз, она осуществляет как бы концептуальная система управления. Потому что для того, чтобы на определенном этапе построить печень, материнская программа, которая несет целостность всего организма, она делегирует определенные части клеток вот это вот право сформировать печень и так далее. Если мы возьмем земной шар, то на нем сегодня все государства, от Монако, Лихтенштейна и всяких там маленьких государств до гигантских, Китай, Индия, Россия, Штаты, то везде маленькие пирамиды. Большие или маленькие, они между собой конкурируют за ресурсы, за жизненное пространство. И вот это вот непрерывная так называемая борьба, которая сегодня вылилась в тот процесс, что глобалисты вот к 30-му году хотят же новый мировой порядок запустить. Они же открыто все это опубликовали. А у творца-то ведь другие планы продолжать. А у нас-то какие планы? А у нас планы прежде всего на территории России из населения собрать народ. То есть тело. И вот сегодня... Это как объединение, да? На каких-то принципах. Это определенные технологии. Я сейчас не буду на эти детали как бы погружаться, потому что это отдельные доклады. Можно в интернете посмотреть мои выступления. Мы особо не афишируем эти вещи. Это стратегические вещи. И у нас очень много команд работает на нашей территории и в других странах. Но они не знают божественных принципов. Устройство даже человека, самого себя. Да, сейчас все как пазлы такие. Да, да. Свой кулик, свои болото знают, а все остальное не действует. Каждая песочница свой этот самый... Можем бы приветствовать и подготовить их отца. Вот, сейчас я отвечу. Каждый в силу своей компетенции, он пытается нащупать пути. Я не хочу сказать, что все живут по злому умыслу. Просто в неведении находятся. И в силу вот этого неведения у нас и получается вот эта вся разношерстная такая вот ситуация. И многие думают, что люди сами соберутся. Нет, нет. Вот, значит, создадут как бы вот это вот, ну, как оно называется, самодержавие, а потом, значит, самодержавие. Ну да, вот самодержавие, саму идею, что сами себя будут держать. Да, инновационно. Вот, а держать сами есть биологические законы. Вот эти биологические законы, они показывают очень простые вещи, что если вы хотите разобраться в том, что сегодня происходит, то загляните внутрь себя. Но только не сегодняшнего себя, который уже сформировался, с маразмами, с этими там какими-то там всевозможными догмами там и тому подобное вещами, а в того... В того себя... Это уже сложившаяся система. Да. А вот, вот, одна клетка. То есть по образу и подобие должно быть построено как малое, так и виридное. И, конечно, то, что мы знаем о человеке, это маленькая часть. Это вот аватары, это оболочки. Да. А как они насыщены внутри? Они насыщены самыми разными. Ну, это пищеварительная, это вот клетка. Да. Значит, это вот костная система. Интересно, что сегодня был доклад про клетку. Это мышечная система. Отличный, отлично наглядный материал. Сейчас наши дети имеют невероятную возможность изучать это все в такой красивой системе. Да. Одна из фундаментальных. Есть лимфатическая. Есть кровеносная. Конечно. Так вот, проблемы, которые мы сегодня в обществе имеем, мы имеем только потому, что у нас нет понимания вообще, как развиваются сложные биологические системы. Нет, у нас нет синхронизации, что биологические системы равнозначны социальные, что социальные развиваются точно так же, как биологические. Ну, там есть корреляция определенная. Конечно. Вот. Но суть одна и та же. Да, да, конечно. Суть-то одна и та же. Что сверху, что сверху, то есть снизу, что в малом, то и в великом. Конечно, наконец-то вот ученые будут приходить к этому. Скажите, а что вы знаете, как планетарный казначей? Я не казначей, я глава наблюдательного совета казначейства. Хорошо. У нас есть автор методики формирования казначейства, Пахомов Александр Евгеньевич. Вот он автор методики формирования этого казначейства. А это как-то связано с коллитеральным счетом? Конечно. Конечно. Дело в том, что мы откроем 150 миллионов счетов для всех граждан. Да. От новорожденных до преклонных, так сказать, товарищей. Вот. И на этом каждом счете будет стоять родовой капитал. Да. И счет многоуровневый, многослойный. Ну, попытки... А как он будет наполняться? Во-первых, у нас накоплен исторический потенциал. Да. Наверное, казаки, имперский, советский. Там неограниченное количество средств. А по какому принципу будет доступ к этому коллитеральному счету? Просто по определению? Вы становитесь членом казначейства и управляете своим счетом. Когда это будет? Когда это будет? Когда все будут, когда все перейдут в объемное время. Просто мы снимали ролик про коллитеральный счет. У нас молодой человек рассказывал об этом. Он набрал больше всего лайков и больше всего просмотров. Вот. Просто невероятно. Ну, мы без интернета и без просмотров 12 миллионов в реестр вот так собрали. Да. А наши умники, которые пытаются там президенты выдвигаться или там... Они не 100 тысяч не могут собрать? Ну, вы меня рассказывали? Нет, не про тебя. Ты президенту не выдвигался. А вот сегодняшние попытки создать, ну, как бы, объединительный процесс. Он славен, например, со своей, там, или, там, или, этот, Горшков со своей, там, этой, Святой Русью, там. То есть, идей создать новую систему в море, но в силу вот этой, значит, непонимания глубинных процессов приводит к тому, что, ну, какой-то клоунада. А я могу вот сегодня войти в казначейство, чтобы получить доступ к этому счету, к латеральному счету? Значит, тут есть определенный момент. Для того, чтобы эти 150 миллионов счетов заработали, значит, нам надо расчетный счет открыть федеральным казначейством. Мы сегодня этим вопросом занимаемся. Потому что у нас есть счета Сбербанки, ВТБ. Ну, это частные коммерческие банки. Сегодня они есть, завтрак, нет. Сегодня у них там учредители захотели то или это. А народ-то, он же один. То есть, существует отдельное федеральное казначейство. Да, вот федеральное казначейство может открывать счета для организаций, которые не связаны с бюджетом. А мы бюджетом не занимаемся. Мы собираем людей и их возможности. Ну, вот представьте себе, например, что такое... Вот вы открыли счета, да? Ну, через определенные механизмы собрали людей, которые будут пользоваться этими счетами. И вы говорите, слушай, давайте по рублю в день будем сами себе на свой счет класть. Так. По рублю в день. Так. Представьте себе 150 миллионов рублей в день. Это что? Это колоссальный день. Так, хорошо. Но у меня до 365 рублей всего. А, подождите. Мы положили каждый по 150. 150 миллионов. По рублю. По рублю. Вот каждый день. 150 миллионов. То есть, мы можем... Если в моей семье 5 человек, я должна положить 5 рублей. Ну, если они вступили... Нет. Это добровольное желание. Это добровольное желание. Хотят, не хотят. Многие... Ты знаешь, сколько у нас в коммерческих банках сейчас стоит? 27 триллионов. Нам все нужны эти деньги. И все эти люди ждут, чтобы им там процент заплатили. И там идут обманы постоянные. Всякие вот эти вот надувательства. Там и так далее. Похытки Лебаев прибыли. А, может, представить, похытки Лебаев, Гулионин. Татьяне на объемное время. Добрый день, здравствуйте. Татьяне слость на мою машину. Дел в том, что огромное количество людей, тебя с тобой знакомы, смотря ролики. А, нет. Конечно. У нас, Ярослав Петрович, для этого существует. Голоса и уши. Поэтому это очень серьезный разговор. Не со всеми подробностями на публику, потому что это стратегическая инициатива. Ну, это очень интересно, это очень важно. Больше того, альтернативы ей нет. Да. Либо мы соберем народ в тело, у которого появится определенное... Либо это так вот... Хорошо, 150 миллионов мы собрали в день. Что мы можем с ними тоже сказать? Знаете, чем интересен Бахат Калибаев? Вот вы произносите вот эту фразу, да? Либо мы соберем задачу собрать народу по рублю в день, да? Нет, мы не с народом. Бахат Калибаев, ну, сценарист, разработчик рекламы, МММ. Мы можем многое. Сейчас как раз на этом принципе развивается МММ. Да я все это знаю, Ярослав. Мы не собираем ни с кого ничего. Я иду, Владимир, сюда шел, горы, смотри, знаки. Пришел по сытке и не паёт. Наконец-то в кадре, собственно. Да. Режиссер, сценарист, да, правда. Все в одном лице. Вот они чудеса. Мы подошли к этому вот этапу трансформации, и поэтому будет вброс соответствующая команда поступит. И это сначала мы запустим на модельных территориях. Мы же не можем сразу объять. Да, надо попробовать. Мы уже модельных территорий. Хорошо, значит, вот предположим, что у нас не 150, ну, например, там, ну, пусть 150 миллионов в день. Как их дальше тратить? Ну, хорошо, собрали мы их, собрать по рублю, несложно. Давай мы отдельно с теми поговорим. Это технология. Ну, потому что это принципиальный, как бы, и это... Это все узнают. Все узнают. Понимаешь? У нас... Привет, Виктор. Да. Сейчас нам уже надо начинать. Все будет нормально. Все под контролем. Спасибо большое. Работаем. Работаем, продолжаем, продолжаем. Да, так...